Любого, кто словом или долларом сможет, окажет моральное и материальное содействие, достанем из-под земли или зароем глубоко в землю. Вот так Рамзан Кадыров написал в ответ на реакцию украинских политиков, которые одобрили действия бандитов в Грозном. Сообщил, что дал поручение завести против них уголовное дело, задержать и доставить в Чечню. За убийство полицейского отвечать будет не только сам боевик, но и вся его семья. Родных террористов вышлют за пределы республики, а дом снесут вместе с фундаментом. Вот об этом в своей странице в соцсети написал глава республики Рамзан Кадыров. Наказание ждет и чиновников. Главам района придется подать в отставку, если хоть один из жителей подосчет на территорию незаконно возьмет руки оружие. Поводом для таких жестких решений стали события в Грозном, когда бандиты напали на пост ДПС, а потом захватили дом печати и школу. Все они были в итоге уничтожены, но во время операции погибли 14 полицейских. Как с ними еще бороться, если не поджогами раздались выкрики молодых чеченцев из зала, где проходила пресс-конференция главы комитета против пыток Игоря Каляпина. Как раз посвященная традиционному способу борьбы режима Рамзана Кадырова с терроризмом путем поджога и сноса домов родственников подозреваемых. Сама пресс-конференция проходила в независимом пресс-центре. Все, очевидно, забросавшие яйцами проклятиями активисты, точно знали, куда и когда идти. Накануне лидер Чечни в своем инстаграме, главным средством массовой информации Чечни, сообщил, что некий человек по фамилии Каляпин передавал деньги боевикам, которые участвовали в захвате дома печати. Подробнее обо всем этом, как Гришин Сагиев. Независимый пресс-центр, спикеры правозащитники, тема разговора поджоги домов в Чечне, как способ расправы с родителями, с теми родителями, кто вырастил нерадивых детей, ставших боевиками. Уже известно, что в Чечне сожжено 8 домов после нападения на Грозный. Отмашку силовикам дал сам глава республики Рамзан Кадыров. В своем инстаграме он сказал родственников боевиков выселять, дома сносить до фундамента. В данном случае речь идет об абсолютно четком сигнале, если не сказать приказе правоохранительным органам республики уничтожать дома семей боевиков, преследовать семьи боевиков. Кадыров таким образом, как губернатор одного из субъектов Российской Федерации, безусловно превышает свои полномочия и отдает преступный приказ. В Чечне начинается зачистка. По нашим данным, с 9 до 10 декабря была собрана полиция всех районов. Им объявлен план по зачистке. В скором времени начнутся подворовые и квартирные обходы в городе Грозном и других районах. Криминал из села Алпатова. 6 декабря там сожжен дом Байсангура Уцемеева, дом отца Байсангура Уцемеева. Проблема в том, что отец давно ушел из семьи. Уцемеев жил с матерью. И, собственно, отец не имел отношения к этой семье. 9 декабря сожжен дом в селе Катруюрточку Мартановского района, дом Хамзата Батукаева. Среди убитых в Грозном Хамзата Батукаева нет. Правозащитники комментируют действия главы республики. Игорь Каляпин подал против Кадырова сразу два заявления в Следственный комитет и прокуратуру. Каляпин объясняет почему. Ну вот, все совершенно очевидно. Нужностное лицо виск поставленное, нарушимы российские законы, призвало к совершению насильственных антиконституционных действий. Пожалуйста, присядь. Я потом с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Но правозащитника прерывают. Сначала председатель союза чеченской молодежи Рустам Топаев. Вот он на видео спрашивает. А как еще с ними бороться, если не поджогами? Далее в Каляпино летят яйца с криком «Вы защищаете преступников!» Уверяю вас. Вы защищаете преступников, понимаете? Вы защищаете преступников. Так, вы яйца потеряли. Коллеги, я считаю, что мы продолжим. Мы продолжим наш мероприятие. Дмитрий Александрович, разреши Каджару. Дмитрий Александрович, мы продолжим наше мероприятие. Дмитрий Каляпин. Провокацию, если не ждали, то она была предсказуема. Вчера Рамзан Кадыров написал в своем инстаграме, что он главный правозащитник Чечни и что деньги боевикам передавал некто Каляпин. Ранее я заявил, что родственники должны отвечать за преступные действия сыновей, если они не остановили их сами или не обратились в полицию. Некий Каляпин встал на защиту бандитов и их родственников. У компетентных органов имеется информация, что деньги западных спецслужб от Ахмата Умарова передавал бандитам человек по фамилии Каляпин. Нужно проверить, не об этом ли Каляпине идет речь. А если подтвердиться, предъявить спрос. Я не позволю никому, ни под какой маской содействовать бандитам. Что касается меня лично-то, наверное, я нахожусь в большей безопасности, чем, например, мои сотрудники, которые сейчас в Грозном работают. Потому что я все-таки достаточно известная фигура. Я член президентского совета, вхожу в комиссии, комитеты и так далее. И меня вот разве что яйцами интересно закидывать. А убивать меня вряд ли выгодно Кадырову. Сейчас никто из сотрудников комитета против пыток, находящихся в Чечне, не собирается покидать республику. Хотя слова Рамзана Кадырова в Чечне равнозначны руководству к действию. Ну и сейчас у меня на связи по скайпу Рустам Топаев, Рустам Топаев, председатель Союза Чеченской молодежи. Именно он сегодня попытался спросить у Каляпина, а как еще с боевиками поступать, если не поджигать дома их родственников. Ну, ответа на свой вопрос Топаев так и не получил, как мы видели в сюжете. Тут же в правозащитника Каляпина полетели яйца, после чего Рустам удалился с пресс-конференцией вместе с неизвестными, которые устроили провокацию. Он со мной уверяет, что не знает, кто кидал яйца. Так, Рустам, так что же все-таки сегодня произошло там? Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я бы сразу хотел несколько моментов обговорить, чтобы у нас было правильное понимание. Я на пресс-конференцию пришел со своим другом вдвоем. Тех молодых людей, которые кидали туда яйца, я их лично не знаю, но там на пресс-конференции я увидел, что это мои земляки. Это первый момент. Второй момент. Я всегда с уважением относился к правозащитникам и считаю, что это действительно важная и правильная профессия. Но то, что я увидел сегодня там, это абсолютно, с моей точки зрения, никакого отношения к правозащитной деятельности не имеет. Как бы это для того, чтобы начать наш диалог. А по поводу самого инцидента я вам скажу, что я пришел, чтобы действительно выслушать какой-то конструктив, может быть, какое-то мнение, позицию или две позиции, разные позиции. Потому что я считаю, что именно смысл правозащитной деятельности это представлять все позиции сторон. Но то, что я увидел там, первое, что меня очень задело, это то, что я считаю, что правозащитники первую очередь должны ценить жизнь человека. Да, об этом писал Кадеро в своем инстаграме. Я говорю, что если правозащитники собрались обсуждать тему, во время которой там погибло много людей, и хотя бы мы могли начать с этой мероприятия с минуты молчания, этого не было сделано. Второе, что девушка, которая там начала говорить, она в очень таком ироничном тоне, очень надменно говорила про тех людей, которые погибли там. И она в итоге назвала тех сотрудников, которые штурмовали бандитов, показушниками, чтобы они играли на камеру. И, соответственно, в этот момент я уже не выдержал, сказал, что эти 14 человек погибли. У них остались семьи и дети. И какое право... Рустам, прошу прощения, что нас перебивают. А скажите, пожалуйста, считаете ли вы действительно верным то, о чем писал Кадеро в своем инстаграме, что мы снесем их дома до фундаментов, и последующее сожжение домов, действительно, родственников подозреваемых, сюда еще не было. Считаете ли вы это действительно цивилизованные меры, соответствующие законам Российской Федерации, которые, как я понимаю, принадлежит и Чечне? Я понимаю ваш вопрос. Я вам скажу, знаете, как... Все, что происходит сейчас, начиная этот захват, это выселение, это все трагические моменты, и все плохое. Но из тех зол, которые есть, я считаю, что мы должны останавливать как-то терроризм. Касательно именно Чечни, вы знаете, что у нас есть свои обычаи, адаты, согласно которым мы во многом живем до сих пор. И я могу сказать, что если бы не было вот этого изгнания, и причем не всех, а именно тех семей, которые знали, которые потворствовали этому акту, то родственники погибших сотрудников МВД могли объявить кровную месть тем родственникам погибших террористов. А что кровная месть, она разве в законах Российской Федерации? Ведь если входить в Российскую Федерацию, входить полностью. Я вам поэтому и говорю, что это наши обычаи, и эта кровная месть могла быть объявлена, и могли быть еще жертвы. Понятно, что после этих жертв все равно бы тот, кто убил, сел бы в тюрьму и так далее, но это бы не спасло уже жизни. А что теперь делать этим родственникам, если вдруг выяснится, что эти люди не виноваты? И это наиболее гуманный метод по сравнению с тем, что им могли объявить кровную месть. Вот о чем я говорю. Скажите, пожалуйста, а что делать теперь этим родственникам, которые сейчас со своих, может быть, веками обитаемых домов изданы, а им теперь не пожмут руки в Чечне, и их теперь не пустят ни в один дом? Правильно я понимаю, что обычаи и в этом заключаются так же? Нет, их просто изгоняют из их родового села. Это тоже наши обычаи. У нас, знаете, по нашим обычаям действительно сын в ответе за отца, отец в ответе за сына. Это наши традиции сконные. Понятно, что мы живем в Российской Федерации, есть наши общие законы, которым мы всем подчиняемся. Но ситуация с терроризмом, который происходит сейчас, и с тем, что было, допустим, в 2003 году, и сейчас, через 11 лет, мы прекрасно видим, что только жесткие методы могут в этом плане помочь. А вы не думаете, что могут быть ошибки следствия, судебные ошибки? Могли бы вы, в конце концов, представить, ведь вы мусульманин, вы ходите в мечеть, что идет некая спецоперация. Вас тоже, извините, хватает, помещает какой-то автозак. На следующий день у ваших родственников сжигают дом. А вы не виновны. И суд потом доказывает, что вы не виновны. Вот как здесь примерить обычаи с законом? Опять-таки, я вам очень хорошо знаю специфику нашей республики. И я вам хочу сказать, что не всех, во-первых, выселили, кто был родственником террористов. Перед этим со всеми с ними была проведена беседа, были допросы. И у нас в республике ничего нельзя утаить. Родственники, соседи, друзья, знакомые, все все знают. И я вас уверяю, там, если уже что-то делается, то это делается уже осознанно, что все об этом знают, что это признанный факт. У нас пока не будет стопроцентной уверенности, никогда никаких действий не происходит. Ну, то есть вы уверены, что все те, кто подозревается в теракте, они в нем виновны? Я думаю, что те, в отношении кого были произведены эти действия, что они действительно замешаны, да. И у меня есть стопроцентная в этом уверенность. И у меня последний вопрос. До какого колена, до какой степени родства родственники должны отвечать за действия их детей, их сыновей? Вы знаете, у нас, согласно нашим традициям, это может идти из поколения в поколение, пока в каком-то роде не будет завершена сокровная месть. Либо это, либо две семьи помирятся, либо это как-то будет разруливаться каким-то иным методом. Здесь нет какого-то конкретного там количества лет и так далее. Просто если мы сейчас говорим о ситуации той, которая была сегодня именно на пресс-конференции, то я вообще просто не понимаю, с чего такой шум, потому что это действительно методы борьбы и протеста, которым пользуются правозащитники во всем мире. Никто никого не поджидал в поворотни, никто никому не давал тумаков. Да, это были там яйца, ботинки, помидоры, неважно. То есть жизни Игоря Каляпина ничто не угрожает? Абсолютно ничто не угрожает. Я считаю, что мы, как молодежь чеченская, мы уже не та молодежь, которая была там какое-то количество лет назад, мы действительно можем там аргументировать, ставить свою точку зрения, рассказывать и доказывать. И на поле правозащитников мы можем действовать их же методами. Понимаете? Эти молодые люди, я не... не то, чтобы не действует метод. Я эмоционально очень хорошо понимаю. Да, спасибо большое. Руслан Топаев был по скайпу. Представитель Союза Чеченской молодежи. Именно он сегодня пытался спросить Игоря Каляпина, неужели вы знаете более гуманный способ борьбы с террористами, чем поджоги до моих родственников? После чего Каляпин был... Опять же создаться такая ситуация, что в результате всего этого давления те немногие российские правозащитники, которые независимо смотрят на ситуацию, не связаны с кадыровскими структурами, вынуждены будут просто покинуть Чечню, и там не останется вовсе никого. К сожалению, такая ситуация создастся может. На данном этапе руководство мобильной группы говорит, мы продолжим работать, несмотря на все угрозы и риски. Мы останемся в Чечне, пока жители Чеченской республики нуждаются в нашей помощи, пока они к нам обращаются. Но, с одной стороны, можно запугать население до такого состояния, что люди просто перестанут обращаться. Что они поймут, что любой контакт с этими юристами, с мобильной группой для них и для членов их семей моментально наказуем. С другой стороны, знаете, как именно была создана сводная мобильная группа в Чечне? Она была создана после гибели нашей коллеги Наташи Эстемировой, ведущего сотрудника правозащитного центра «Мемориал» в Грозном, когда «Мемориал» был вынужден на полгода вообще предустановить свою деятельность по соображениям безопасности, и правозащитники в регионе не работали. И вот в этой ситуации как раз, ситуации абсолютной безнадежности и была создана сводная мобильная группа. Что происходит сейчас? Да давайте посмотрим на хронологию. 4 числа нападение боевых на Грозно, 5 числа Кадыров делает свои заявления в Инстаграм, далее начинаются те самые карательные поджоги домов, и на данный момент с 6 декабря по сегодняшний день нам стало известно по крайней мере о 9 таких случаях. 9 декабря Игорь Каляпин, глава сводной мобильной группы, делает заявление в Следственный Комитет Российской Федерации в Генеральную прокуратуру, требуя расследования и привлечения Рамзана Кадырова к ответственности. Далее, Рамзан Кадыров делает свое странное заявление о неком человеке по имени Каляпин, который якобы передает какие-то деньги, то есть содействует боевикам. Далее, 11 числа вместе с Игорем Каляпиным мы проводим пресс-конференцию в Москве в независимом пресс-центре по проблеме как раз поджогах домов. Ну и там появляются чеченские юноши со своими обычаями и со своими яйцами. Которые не в чеченской, я бы сказала, традиции забрасывают нас, а в частности Игоря Каляпина в особенности яйцами. И далее, уже 13 декабря, проходит явно инспирированный властями огромный митинг в Грозном на 50 тысяч человек. Как бы митинг против терроризма, но где некоторые участники держат плакаты Каляпин, гейхэм, Каляпин, отправляйся домой, выметайся отсюда и остановим беспредел лживых правозащитников. Того же 13 декабря за мобильной группой, за ее сотрудниками, которые находятся в регионе, начинается слежка, их преследует некая машина, какие-то непонятные люди, включая одного вооруженного, пытаются проникнуть в их офис, в их квартиру. Далее, они сами отправляются в гостиницу, надеясь там переночевать, пока, возможно, ситуация успокоится, угроза немножко уляжется. И в тот же вечер им сообщают о том, что их офис горит. Татьяна, скажите, пожалуйста, какие возможны здесь варианты обращения, скажем, варианты обращения к поп-звездам, например, к деятелям искусств, чтобы они не посещали мероприятия с участием Рамзана Кадыру, какие-то открытые письма. Я просто накидываю, что называется, варианты открытых писем к сотрудникам международных организаций, чтобы они не посещали, условно говоря, Чечню в своих поездках по России. Возможно ли дальнейшее привлечение внимания силами вашей организации вот к этой ситуации, которая создалась в Чечне, и к тому, что там фактически действует своя конституция, свои законы, которые очень далеки от того, что даже есть в российской провинции, очень близко к тому, что было в поздней Атаманской империи? Да, мы сейчас находимся в ситуации, когда офис мобильной группы разрушен. Те двое сотрудников, которые мужественны, несмотря на вот всю эту историю со своим задержанием, которого якобы не было, с изъятием незаконных у них техники, остаются в регионе. Сколько они смогут в таких условиях продолжать работать, непонятно. Как они будут работать без офиса, без твоей техники, тоже непонятно. Нужно как-то действовать, нужно что-то делать. Но наша организация не будет обращаться к поп-звездам, не будет говорить кому бы то ни было, нет, не ездите в Чечню, нет, не делайте того, не делайте этого, но мы безусловно обращаемся к российским властям, мы безусловно готовим по ситуации с карательными поджогами обращение в Следственный комитет Российской Федерации. Кроме того, мы, я думаю, вместе с коллегами из Международной Амнистии подготовим письмо, открытое письмо российскому руководству об этой ситуации вокруг сводной мобильной группы. И в данном случае требования наши просты. Поджог в их офисе, мы предполагаем, у нас и все основания предполагать, что это был не просто пожар, да, вот данная ситуация, а именно поджог, должен быть немедленно расследован, незаконно изъятая техника должна быть возвращена сотрудникам сводной мобильной группы. И Россия должна уважать собственные международные обязательства по защите правозащитников, должна создать нормальные условия для работы правозащитников в стране и в частности в Чеченской Республике, которая является, как много раз было сказано, российским руководством и чеченским руководством регионом Российской Федерации. Там должно действовать российское право, там должны действовать российские законы, российские международно-правовые обязательства. Да, спасибо большое. Это была глава российского отделения Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Мы говорили о ситуации, когда после теракта в Чечне вдруг при помощи нескольких манипуляций Рамзан Кадыров обратил ненависть столь любящего его народа в сторону правозащитников мобильных групп комитета против пыток в Чечне, которые пытались привлечь внимание к поджогам домов родственников предполагаемых террористов. И вот ответ получает от Рамзана Кадырова уже в течение целой недели. Расплата за детей. Так озаглавлен последний отчет международной правозащитной организации Human Rights Watch о положении в Чечне. Речь идет о том, что чеченские правоохранительные органы сжигают дома семей, в которых сын, племянник или какой-нибудь другой родственник, ушли в горы к боевикам или предполагается, что ушли. Как правило, кадыровцы производят поджоги в темное время суток. Вооруженные люди приезжают на нескольких машинах, врываются во двор и выгоняют семью на улицу. Вооруженные люди ведут себя грубо, не обращая внимания на просьбы и уговоры со стороны семьи и за редким исключением ничего не объясняют. Поджигатели действуют неторопливо и методично. Они заходят в дом, сдвигают мебель, наваливают сверху легко возгорающиеся предметы, в частности занавески и постельное белье, обливают все привезенным с собой бензином и поджигают. Вооруженные люди остаются у горящего дома еще некоторое время, дожидаясь, пока пожар наберет силу и, не давая местным жителям, тушить огонь. Они прямо предупреждают семьи, что попытки жаловаться ни к чему хорошему не приведут. На момент подготовки отчета Human Rights Watch по заявлениям о карательных поджогах домов не было возбуждено ни одного уголовного дела. Обо всем этом наша сегодняшняя беседа с Татьяной Локшиной, московским представителем Международной правозащитной организации Human Rights Watch. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Судя по вашему отчету, Чечня это страна, где все носящие оружия поступают одинаково, что кадыровцы, что боевики. Вы сами пишете в вашем отчете, что боевики сжигают дома людей, у которых родственники служат в милиции или в администрации. Кадыровцы сжигают дома людей, у которых родственники ушли в боевики. Может быть, в Чечне никак иначе и быть не может? Я думаю, что в своем изначальном утверждении вы и правы, и не правы одновременно. Потому что, да, безусловно, то, что сейчас делают кадыровцы с семьями боевиков, в частности, поджоги домов, это метод, который используется и самими боевиками против сторонников нынешней чеченской власти. Но есть огромная разница между теми преступлениями, которые совершают незаконные вооруженные формирования, которые, собственно, и есть незаконные. Конечно, это преступления, конечно, все виновные должны быть наказаны, но они незаконные вооруженные формирования. И тем, что совершают сотрудники правоохранительных органов, тем, что совершают представители государственной власти. Это абсолютно необходимо понимать. Что касается того, не является ли Чечня вот таким вот местом странным на карте, где никак по-другому просто невозможно, где вот жизнь таким образом устроена, сплошное насилие. Ну, согласно тому, что мы слышим от Кремля, Чечня, в которой, наконец, отменили многолетнюю законно-террористическую операцию, вообще сегодня является обычным регионом Российской Федерации. И не должно быть теоретически никакой разницы между Чечнёй или, скажем, там, Орловской областью. На деле это, конечно, не так. Но это часть России. Это место, где должны работать российские законы. Это место, где должны полностью соблюдаться международные стандарты в сфере прав человека. Татьяна, извините, я вас прерву на секунду. Мой взгляд издалека из Парижа, может быть, покажется вам несколько наивным. Из Парижа кажется, что, в общем, Путин назначил или утвердил Кадырова, что всё, что кадыровцы делают, соответственно, пользуется благоволением с самого высока. И что, собственно говоря, скорее Россия живёт по чеченским меркам, чем наоборот. А вы говорите, Кремль сказал то-то или это. Кажется, что Путин и Рамзан Кадыров у них в общем, примерно один взгляд на правовое общество, то есть, что его быть не должно. Ну, я бы, во-первых, всё-таки подчеркнула, что практики коллективного наказания, карательные поджоги домов происходят в Чечне не по всей России. Безусловно, Кремль закрывает глаза на то, что делает Рамзан Кадыров. Даёт ему зелёный свет. Скорее всего, существует своеобразный негласный договор между Путиным, ныне российским премьер-министром и Кадыровым, в рамках которого Кадыров может делать на подведомственной ему территории более-менее всё, что угодно в ситуации, когда он способен подавлять деятельность вооружённого подполья. И действительно, Москва не обращает внимания на эти поджоги. Позволяет Кадырову проводить подобную политику. В вашем отчёте повторяется то, что говорят о Чечне в последнее время, а именно о том, что, собственно, чеченский сепаратизм, в общем-то, уже отжил. И что то, что происходит сегодня в вооружённом подполье в Чечне, это скорее уже джихадизм. То есть, исламистский, фундаменталистский такой терроризм. То есть, нечто похожее на то, что происходит на Ближнем Востоке, на палестинских территориях. Возможно ли в таком случае вообще, что бы то ни было, кроме каких-то силовых действий? Безусловно, с вооружённым подпольем в Чечне, которое сегодня джихадистское по природе, необходимо бороться. И бороться жёстко в этом задача государства. Но эта борьба должна вестись в рамках закона и в рамках международного права. Что касается возможности эффективно бороться с терроризмом, соблюдая соответствующие правовые установки, конечно, она существует. Более того, уже стало общим местом, если хотите, что для того, чтобы эффективно осуществлять это противодействие, необходима поддержка местных сообществ. А такую поддержку государство может получить только если спецоперации проводятся в рамках закона, не затрагивая мирных жителей. Иначе налицо то, что, например, мы видели в соседней Ингушетии совсем недавно, когда после нескольких лет жёстких насильственных противозаконных спецопераций, люди в Ингушетии стали воспринимать власть как врага, иногда даже худшего врага, чем собственное незаконное вооружённое формирование. И вот что пытался сделать президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, на которого совсем недавно было осуществлено покушение со стороны, скорее всего, именно боевиков, он пытался ввести спецоперации в законные, в правовые рамки. Он пытался таким образом сократить огромный разрыв, появившийся между властью и населением республики. И у него начало это получаться. Путь, который предлагал Евкуров, как раз с точки зрения долгосрочной перспективы, эффективен. Что касается того, что делает Кадыров и его силовые структуры в Чечне, возможно, в плане семиминутного решения подавления активности вооружённого подполья на этой конкретной территории сегодня, он отчасти работает. Но, с другой стороны, чем он отольётся для России в будущем, это огромный и очень неприятный вопрос. Какую цену заплатит Россия за то, что Чечня фактически сейчас существует как анклав, не имеющий отношения к российскому правовому контексту? Татьяна, вы обращаетесь не только к российским властям, призывая их соблюдать собственные законы, вы обращаетесь и к международным партнёрам, призывая их оказать давление на Россию с тем, чтобы Россия соблюдала свои законы. Но международные партнёры уже давно знают о всех нарушениях в Чечне, на Северном Кавказе и так далее. Протестуют международные партнёры вяло, а, скажем, сотрудничество в сфере энергоносителей желают сильно. Уже много лет идёт Первая война, Вторая война, контртеррористическая операция. В общем, уже много лет ситуация на Северном Кавказе далека от нормальной. Помогут ли эти международные партнёры сегодня, если они не помогли во все эти годы? Мы продолжаем надеяться на то, что международное сообщество будет поднимать этот вопрос на международных, на двусторонних форумах, общаясь с российскими властями. И мне кажется, сейчас ситуация несколько другая, потому что господин Медведев, президент Российской Федерации, сделал несколько достаточно весомых заявлений о необходимости создания в России истинно-правового государства, государства, в котором уважают права человека. И я уверена, что партнёры Российской Федерации должны воспользоваться позитивной риторикой Медведева и должны сказать «хорошо, мы вам верим, но докажите это на деле». Татьяна, вы говорите о соблюдении закона. То, о чём вы говорите, есть правовое общество, а для его существования нужно правосознание у самого населения, у нации. Есть ли такое правосознание сегодня в России у жителей Перми, Вятки, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга? Делаете вы что-нибудь для того, чтобы появилось это правосознание именно в России, именно среди российского общества? Безусловно, правосознание у российского общества сегодня достаточно низкое, но это во многом объясняется именно тем, что власть, органы власти нарушают права человека, нарушают собственные, ежемежнородные обязательства и правоохранительные органы, которые призваны охранять граждан и защищать закон, на деле часто оказываются главными нарушителями закона. Если ситуация будет скорректирована, если пройдет значимая реформа правоохранительной системы в Российской Федерации, то, я думаю, повысится и правосознание населения. На что конкретно вы рассчитываете в ближайшие дни, недели, месяцы? Мы рассчитываем на то, что президент Медведев действительно искренне верит в то, что он сам говорит о правовом государстве, о государстве, в котором уважают права человека. И мы надеемся, что международные партнеры Медведева регулярно, используя все возможности, будут напоминать ему о том, что от него сейчас многого ждут. И вот буквально через пару дней начинается российско-американский президентский саммит, и мы ожидаем, что президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама поднимет вопросы прав человека, в том числе и на Северном Кавказе, во время своих переговоров с российским руководством. Мы надеемся, что лидеры европейских стран будут делать то же самое. Права человека – это ключевая проблема, которая не может игнорироваться и которая должна обсуждаться всерьез на любом международном форуме. Большое спасибо. На наши вопросы отвечала Татьяна Лакшина, московский представитель Международной правозащитной организации Human Rights Watch. Нет, что краснеть, потому что и вы лично, и ваши сотрудники действовали оперативно и профессионально. Так что вот за это и вам, и всем сотрудникам правоохранительных органов Чеченской Республики отдельные благодарности. Спасибо большое. Особенно, конечно, слова благодарности хочу обратить к сотрудникам правоохранительных органов.